Hey guys, с вами Настя и Puzzle News, обзор самых интересных материалов на Puzzle English и англоязычные мемы в придачу. Зачем я все это делаю? Зачем каждую неделю я рассказываю вам о том, что вышло на Puzzle English за неделю? Потому что как иначе, как иначе вы узнаете, сколько всего вы пропускаете, когда не заходите на Puzzle English? А еще шеф сказал мне так делать. Скорее всего, вы уже знаете о меняющем гендер по фото фильтре снэпчата, потому что ваши друзья заполонили ленту в соцсетях мужскими и женскими версиями себя. На Западе кому-то и этого стало мало. Пользователи Твиттера решили попытать счастье в Тиндере, используя свои отфильтрованные снэпчатом фото. Такие дела. Вместо того, чтобы куда-нибудь пойти, мы с СДжэем решили посмотреть, как далеко может зайти джесс в Тиндере. Меньше чем за час я стал самой популярной девчонкой в Дерби. Запоминаем полезное rather than, вместо того, чтобы и within one hour, в рамках в пределах часа. Посидел полчаса в Тиндере с фильтром снэпчата и в итоге ненавижу мужиков. Запоминаем in conclusion, в заключение, в завершение. Новый фильтр снэпчата сообщил мне, что на самом деле я мужская версия Милании. In fact, можно перевести как действительно на самом деле. Спасибо пользователям ТикТок за их флешмобы и челленджи. Благодаря им держится эта часть дайджеста. В этот раз они подарили нам серию пародий на песню All You Have To Do Is Stay. Все, что тебе нужно сделать, это остаться. По сюжету двое родителей начинают ссориться и внезапно в их ссору вмешивается ребенок. Вот лучший пример такой пародии. А вот худший пример пародии. И две пародии на худший пример пародии. Музыка Музыка До начала лета осталось всего две недели. Времени на раскачку больше нет. Ни на раскачку пресса, ни на раскачку ягодиц. Но мозг для мозга всегда есть время, благо для этого у нас есть тренажер. Он же грамотей, он же штука, которая позволит вам проверить, какие у вас есть пробелы в грамматике и заполнить их соответствующими уроками. А для всего остального есть наш дайджест лучшего об английском за неделю, который также можно прочитать по ссылке под этим видео. Типичная ситуация, упорно учиться, тренировать произношение до не менее языка, набивать словарный запас до треска в мозге, а при встрече с иностранцем What? Could you say it again? And one more time, please? Как то, что было obviously, стало obviously в уроке Ильи Манышина. Obviously. Или obviously. But also obviously, in my case, not necessarily obviously. I mean, obviously the material. Obviously that's... Лучший видеопазл недели Thunder Clouds от LSD, где LSD вовсе не запрещенное вещество, а аббревиатура от имен музыкантов. Хотя видеоряд с летающим сквозь розовые облака хиппи-басом с танцовщицей Мэдди Зиглер на крыше наталкивает на мысли об обратном. Если вдруг кто-то думает, что название нашего ютуб-канала Puzzle English Life переводится как пазл английский жить, то это не так. А как правильно, посмотрите в уроке Насти о разнице между live, live, alive и lively. Отрицательные вопросы ломают мозг иногда даже носителем языка. Казалось бы, для чего они вообще существуют? Задавали бы друг другу только положительные вопросы. Но раз от них все равно не избавиться, посмотрите урок Леры на эту тему. Я вот очень хочу спать, спала бы целый день. Ладно, мы... Лучший подкаст недели о стрессе на работе. Какая из профессий признана самой нервной? Учитель или пилот? Достаточно просто вспомнить, как выглядели наши школьные учителя и как выглядят пилоты. И отправить Марии Ивановне цветы на следующий день учителя. После полной стресс работы главное хорошо отдохнуть, а лучший отдых, как известно, это смена деятельности. Поэтому после подкаста о стрессе рекомендуем вам пройти диалог об отпуске. Если в Лондоне вы заметили машину без номеров, возможно, это британская королева, которая, оказывается, так можно. Ну или просто преступник. Какие еще привилегии доступны королевской семье? Читайте и переводите в лучшем транслайте недели. Самое... Нет, самое главное в изучении английского языка это мотивация. Говорим мы вам это в 1101 раз. И в 1102 раз прочитайте об этом в соответствующем лёвике. У русских студентов две беды со знаками припинания в английском тексте. Или их очень много по аналогии с русским, или нет вообще, потому что непонятно, куда их ставить. Рассказываем в нашем блоге, когда они нужны, а когда нет. Продолжаем тестировать вас на знания английских брендов, а точнее сакральных значений их названий. Ну как сакральных, обычных переводов с английского на русский. В этот раз на очереди Промаунт, Спрайт, Рамблер и Фейри. Ну а сегодня это всё. Было приятно провести с вами время. Успехов вам в изучении английского. Помните, самое главное в изучении языка это мотивация. И наличие вечного премиума на пазл English на два столпа, на которых держится английский язык. Бай-бай.